Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас 7 июня 2023 года, и я вам сегодня расскажу о новостях, которые случились вот за последние дни, а их как-то случилось много всяких разных. Начну я, пожалуй, с моего предыдущего ролика, где я вам обещала продолжение нашей беседы с Павлом Свиридовым. Но, вы знаете, произошла какая-то странная вещь, и продолжение не получается. Почему? Потому что мой телефон прекратил записывать почему-то именно на этой 47-й минуте, несмотря на то, что и батарейка была заряжена, и память была, потому что я специально освободила память, удалила там некоторые большие файлы. То есть ничего, в общем-то, не предвещало вот такого вот печального конца. Но Павел записывал также и на свою камеру. Вы ее могли видеть на столе. Ее было видно, так сказать, с моего телефона. И мы договорились, что Павел мне перешлет окончание нашей беседы, которое должно было записаться на его камеру. На следующий день он мне прислал кусочек, но этот кусочек почему-то оказался всего лишь длиной в 1 минуту 14 секунд. То есть его камера тоже по какой-то причине отключилась и не записала продолжение нашего разговора. А там где-то было еще примерно на полчаса. Так что я извиняюсь, но этот материал безвозвратно утерян. Теперь мы только можем надеяться на то, что Павел найдет время и согласится еще разок встретиться со мной, чтобы мы с ним поговорили о каких-то еще интересных вещах. Вот только не знаю, готова ли моя публика, судя по некоторым комментариям, не совсем все готовы воспринимать такую информацию. Вот, например, был такой комментарий, как только услышала про плоскую землю, сразу отписалась от канала. Ребят, вот для того, чтобы отписываться от моего канала, мне не нужно, не обязательно мне об этом сообщать. Вы отписались, всего вам хорошего и удачи в нахождении тех каналов, которые вам нравятся. Не надо мне шаркать ногой. Вот, далее я хочу вам рассказать про продолжение пока истории с моим икометом, потому что она продолжается, но конца ей так и нет. Как вы знаете, я все жду-пожду, жду-пожду, а ничего не происходит. Значит, захожу на сайт, е-деблет так называемый, ввожу данные своей заявки, мне отвечают, что ваша заявка пока не начала рассматриваться. По идее, по закону положено дать мне ответ в течение 90 дней. Я ездила в ГЕЧ, ответа мне никакого не дали, сказали, ждите. Ну вот я прождала еще месяц, и тут пришла ко мне соседка и подала мне такую одну интересную идею. Значит, я позвонила в службу 157, они проверили по их компьютеру также состояние моей заявки, и там тоже самое написано, что и для меня. Но они сказали, что мы можем от вашего имени послать запрос в ГЕЧ по поводу вашей заявки. Я говорю, ради бога, пожалуйста, сделайте. Значит, они послали запрос, о чем мне прислали уведомления, и они же мне по телефону сказали, что когда придет второй смс от нас, пожалуйста, нам позвоните. И смс пришел на следующий день. Я позвонила в службу 157, и они мне сказали, что вам нужно лично приехать в ГЕЧ. Я тут же спохватилась и поехала. Это был понедельник. Приехала я туда, и обратилась я в службу информационную. Ну вот этот вот стол, который стоит там у входа, там мужчина работает за этим столом. Я у него спросила, я говорю, вот так и так, и 157 службы меня послали сюда. Он мне, знаете, так легко и просто и непринужденно мне говорит, оплачивайте штраф, покупайте билет и уезжайте в свою страну. Я просто обалдела от такой наглости, друзья. Я говорю, с какой стати я должна уезжать в страну? Я говорю, где мое дело, где ответ по моей заявке? Дальше он меня послал на второй этаж. Там сидит такая девушка за компьютером. Она как бы смотрит. Опять же все то же самое, что смотрю и я, и в службе 157. Ну, она мне дала бумажку, значит, где написан номер моей заявки и кабинет номер 3. В этом кабинете я была уже месяц назад. Он мне там сказал, ждите. И вот я ждала, ждала еще месяц. Опять я прихожу в этот же кабинет и говорю, что дайте мне, пожалуйста, знать, что происходит с моей заявкой. Он такой, вот они там все-таки какие-то медленные, какие-то медленные во всем. Потом он начал искать мою папку, а у него, вот вокруг него лежат такие, знаете, вот стопки вот этих папок под резиночкой. Там какой-то листик вложен, возможно, фамилии в этих папочках. И вот он начинает каждую папочку медленно так перебирать и так далее. Я говорю, давайте я вам помогу. Я быстрее найду, ну, как бы свое имя и фамилию. Я сама посмотрю здесь. Но он мне не дал эти папки трогать. Он это все делал сам. Потом он вдруг нашел Рассказова. Открывает папку, а там фотография. Там во всех папках все начинается с фотографии. Вот на первом прямо листе эта фотография. Фотографии девочки четырех лет. Я говорю, это не я. Он, ну, вот же Рассказова. Я говорю, да, Рассказова, но это не я. Я говорю, вы же видите, это ребенок. А я взрослый человек. Ну, в общем, жуть. Короче говоря, он не нашел моего дела. Не нашел моей папки. Они сделали фотокопию моего и комета. Записали мой телефон турецкий. И сказали, что они мне позвонят минуточку в течение двух недель. Они две недели собираются искать эту папку или как? В общем, я не знаю. Я, честно говоря, просто уже вот в отчаянии. Хочешь плачь, хочешь смейся. Ну, вот так вот. Дорогие друзья, в ваших комментариях я довольно часто встречаю вопросы, касающиеся моего финансового положения. Людям интересно знать, на какие доходы я живу. И если честно говорить, мне не очень нравятся такие вопросы, потому что я считаю их слишком личными. С другой стороны, я понимаю, от чего возникают такие вопросы. То есть люди хотят жить финансово лучше, стабильнее, и они ищут информацию. К сожалению, в школах, в вузах нас не учат финансовой грамотности. И довольно часто люди совершают ошибки, набирая, например, кредиты, покупая порой вещи, которые не совсем им нужны. Но кредиты накапливаются, и ситуация кажется безнадежной. Отсюда возникает депрессия, недовольтворение в жизни и так далее. Но вы знаете, пока мы живы, будем жить, и каждую ситуацию можно исправить. Правда, мы тоже знаем, что под лежачий камень вода не течет. Поэтому нужно что-то делать. Нужно приобретать новые знания, которые в дальнейшем послужат основой для каких-то других действий в жизни в новом направлении и с надеждой на то, что финансовая ситуация улучшится. В этой связи я хочу познакомить вас с человеком, которого зовут Егор Арсланов. Егор сам в свое время был вот таким безнадежным должником. Он должен был аж целых 100 тысяч долларов. Но сейчас он имеет в своем распоряжении 500 тысяч долларов, которые он успешно инвестирует, и у него есть хороший, такой стабильный доход. Вот. Егор проводит бесплатные мастер-классы, на которых он учит людей, как избавиться от кредитов, даже когда сумма кажется совершенно астрономическая. Он учит людей не покупать что-то в кредит, а собирать деньги и делать это так, чтобы себе не отказывать, в общем-то, в обычных нормальных вещах, не ущемлять себя слишком сильно. Он учит, как можно подготовиться к каким-то, может быть, непредвиденным и не совсем хорошим ситуациям в жизни. Как даже с небольшим доходом можно инвестировать деньги и получать доход, не тратя на это очень много времени. Вот он говорит, что можно заниматься инвестициями, тратя всего 4 часа в год. Это очень даже интересно, вот в том числе и для меня. Эти мастер-классы совершенно бесплатны, и вас ни к чему не обязывают. Но там есть возможность подчеркнуть такие знания, которые помогут вам прийти к финансовой стабильности. Ссылка на запись на такой мастер-класс находится под этим видео в описании. И я также закреплю эту ссылку в комментарии. В первом комментарии вы ее увидите. Я вам всем желаю обязательно записаться, обязательно начать получать эти новые знания и использовать их для достижения успеха. Я тоже намереваюсь попробовать, послушать этот мастер-класс. Мне очень интересно эта тема. Ну, давайте будем улучшать наше финансовое состояние вместе. Дальше, что происходило. Вы знаете, 20 апреля я в магазине А101, который находится вот здесь, в соседнем доме, буквально две минуты от нас, я увидела такой плакат рекламный, на котором был изображен стол со стульями, обеденный стол и шесть стульев. И все это стоило как-то подозрительно недорого, 2 990. Ну, бывают вот в этих магазинах какие-то, вы знаете, вот такие специальные предложения. И я, поскольку мне нужен был стол для моей второй квартиры, потому что арендаторы сломали почти все стулья, вот, я думаю, куплю новый набор мебели. Заплатила, все сделала. Мне сказали, придет мебель через 10 дней. Прождала 10 дней, пошла в магазин, говорю, ничего не пришло. И еще 5 дней надо подождать. Хорошо, еще 5 дней я прождала. Пришла опять, уже, значит, 15 дней прошло. Сказали еще подождать с недельку, что якобы карга идет откуда-то оттуда. Ну, я так прикинула, может быть, карга идет из Китая и занимает так долго времени и так далее. В общем, короче, жду, жду, жду. И тут, потому что тут и выборы были, и все, как бы всем было не до этого. И тут, наконец, в общем, эта карга приходит. Мебель привезли. Ее привозят в разобранном состоянии. Ну, как бы не совсем разобранном, а вот сидение отдельно, а ножки отдельно. То есть нужно было все ножки прикрутить к этим стульям и к столу. И я, как обычно, всегда человек зависимый, прошу своего соседа Бориса прикрутить мне эти ножки. Он взял ключи от той квартиры и сказал, что я прикручу, но когда у меня будет время, я говорю, хорошо, хорошо, не к спеху. В общем, он прикрутил эти ножки, когда меня не было. И он мне только написал. Он говорит, Наталья, я сделал, ну, все, что нужно было сделать, но качество мебели очень плохое. Ой, думаю, ну только этого еще не хватало. Мало того, что ждала больше месяца, еще и качество плохое. Пошла вниз, посмотрела. Боже мой, друзья мои, каждый стул, каждый стул был с дыркой в обивке. Кроме того, несколько стульев были еще и грязные. То есть, где они там по миру шатались, эти стулья. Но, а материал бы такой, вы знаете, вот прямо вот бумага. Слава богу, на эту мебель была двухгодичная гарантия. И вот еще только-только как бы вот прошло там пару дней с тех пор, как ее привезли. Короче, я фотографирую вот это все. Да, а у стола еще были такие щели между панелями. То есть, он как бы разбирался, такой вот делался как бы широким и собирался. Но когда ты разбираешь этот стол, панели друг от друга отходили, ну, миллиметров, наверное, на пять. То есть, не соединялись они вместе. Я это все наснимала и пошла в магазин и сказала, я хочу эту мебель сдать обратно и получить денюжки обратно. Значит, очень сложно было заказать вот эту службу, чтобы они приехали и забрали ее. Нужно было, во-первых, всю эту мебель обратно раскрутить, обратно ее в коробки положить, обратно все это запаковать ленточкой там за это и так далее, и так далее. В общем, это мне уже делал другой друг. Уже я не могла Бориса больше просить делать. Сначала собирать, потом разбирать. Ну, в общем, собрали. Служба эта приехала. Ее тоже было очень сложно подогнать сюда, потому что они говорят только на турецком, а я на турецком не говорю. Пришлось тут подключать ей КПГ, и тут и соседы, и так далее, и так далее. В общем, короче, мебель забрали. И только через пару дней мне вернули деньги, потому что вот эта квитанция о возврате должна была пройти через систему. В общем, все вместе это заняло у меня 45 дней. Вот. И я думаю, что, может быть, даже это делается специально, потому что деньги-то я заплатила, деньги можно положить на срочный вклад. И, вы знаете, получить довольно неплохой процент с этих денег, если это сделать, скажем, не с одного человека, а там с тысячи. Представьте себе. Потому что отправлять эту мебель клиентам, заранее уже зная, что ее будут возвращать, ну, это как-то не есть хорошо. Ладно, дальше буду жаловаться. Погода. Погода у нас... Ну, вообще весна была очень странная. Весна была холодная, прохладная, не такая, как всегда. Но, знаете, с другой стороны, это хорошо, это приятно, потому что вечером спишь, прохладный воздух дует с гор оттуда, со всеми ароматами весенними и так далее. В общем, классно. Но обычно я начинаю купаться где-то в районе 15-14 мая. Вот так, в середину мая я обычно всегда купалась. Сегодня уже седьмое. Я еще не искупалась вот здесь, в Махмутларе, ни разу. По-моему, вода еще даже и не прогрелась. Что у нас с туристами? Вы знаете, вот так вот визуально туристов в Махмутларе очень мало. По сравнению с прошлыми годами их действительно мало. Но уже начали себя как-то вот вести, как обычно себя некоторые туристы. Не хочу сказать, что все, но некоторые из них себя ведут. Во-первых, хочу сказать людям, которые приезжают в Турцию и непосредственно в Махмутлар. У нас не принято ходить в купальниках по набережной. И в городе тоже не принято. Это смотрится как-то очень странно и очень вызывающе. Вот поймите это. Все-таки это не Испания вам. Здесь немножко другой менталитет и другие жизненные устои. Вот в купальнике, пожалуйста, вот там на пляжах ходите в купальниках. Но когда вы поднимаетесь на набережную, будьте добры одеться, потому что выглядит это ужасно. Ну и опять же хочу сказать о купальниках. Как вы знаете, каждый год я снимаю вот это видео с моим негодованием против вот этих купальников, которые, извиняюсь, в заднице там где-то застряли. И вот эти задницы все на виду. И смотреть на это очень и очень неприятно. Мне вдруг попалась реклама какой-то компании турецкой, которая производит купальники. Я посмотрела на эти купальники. Боже мой! У меня просто был восторг. Настолько они красивые. Настолько они женственные, красочные. Такие модели изумительные. Которые, вот знаете, открывают то, что надо и закрывают тоже то, что надо. Оставляя в женщине вот эту какую-то, знаете, неуловимую и такую привлекательную тайну. Вот хочу, чтобы вы посмотрели на несколько видов купальников, которые я просто сделала скриншоты для того, чтобы вам показать, насколько это красиво. КОНЕЦ 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 Ну, еще пару новостей из Австралии. В Австралии отменили запрет на ивермектин. И признали это лекарство самым лучшим от ковида. Не прошло и трех лет, понимаете? В свое время они запретили продавать ивермектин, ивермектин запретили врачам его прописывать прямо под угрозой то ли административных каких-то, то ли даже уголовных наказаний врачам. А теперь это оказалось, когда всех людей уже прокололи, а теперь оказалось, что ивермектин является лучшим лекарством от ковида. Мало этого, они еще, также ученые тоже в Австралии, обнаружили вдруг, что чеснок, оказывается, как бы разрушает вот этот вирус ковида, который мы, кстати, до сих пор еще пока не выделили, напоминаю вам, что разрушает его аж на 99%. То есть, оказывается, все, что нужно было людям во время пландемии – это ивермектин и чеснок. А вот кто ответит за то, что мы теперь только по истечении почти трех лет, мы об этом узнаем? Это вопрос, конечно. И еще, пожалуй, вот последнюю, наверное, новость я вам скажу, то, что, как вы знаете, лаптоп сына Байдена попал в руки одного человека, который просто занимается ремонтом лаптопов и так далее, содержал очень много документов, очень много фотографий, в общем, всяких ужасных там наркотики, секс и так далее, и так далее. Но еще там были и документы, подтверждающие финансирование украинских лабораторий, которые занимались разработкой COVID-19. Ну, вообще, лаптоп – это тема интересная и большая. Я пока на ней останавливаться не буду. Но вот один вот такой небольшой факт – его тоже интересно знать. Опять же, будет ли кто-то наказан по этой теме. Ну вот, друзья мои, пожалуй, на этом я и закончу сегодняшний мой ролик. Я всем желаю здоровья, успехов во всем и приятного летнего отдыха, где бы он ни проходил. Пока, мои хорошие! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok